Photoshop 2021 принес в наше творчество много нового. Выпусков о новинках Photoshop на просторах YouTube было уже предостаточно. Но вот на какой функции хотелось бы немного задержаться и поговорить более подробно, это замена неба. Ведь до Photoshop 2021 для того, чтобы заменить небо, приходилось устраивать танцы с бубнами. И не всегда в итоге это приводило к нужному результату. Но теперь с новыми функциями нового Photoshop небо можно заменить буквально в два клика. И этим сейчас мы с вами и займемся. Усаживайтесь поудобнее, а лучше приготовьте ваши снимки, на которых небо засвечено, либо на нем нет облаков. С вами Серджио. Сегодня мы будем властелинами природы. Итак, поехали. Итак, друзья, вот перед нами первая фотография, над которой мы будем проводить эксперимент с небом. Лето, Италия, Венеция. Замечательный снимок, но чего-то здесь не хватает. Нет, конечно, его можно выкладывать таким. Отсутствие облаков на небе это ни разу не преступление. Но для эксперимента эта фотография подходит идеально. Тем более, если вы посмотрите внимательно на дальний план, увидите вот здесь вот мачты яхт, деревья, башенки. И было бы очень интересно посмотреть, как сюда ляжет небо. Да, вот еще и, собственно говоря, гондольер, который идет вот таким вот силуэтом на фоне всего изображения. Посмотрим, как сработает интеллектуальная замена неба. Итак, идем в редактирование. Кликаем «Замена неба». Сразу же применяется тот файл неба, который вы применяли в предыдущий раз. Давайте кликнем вот сюда, на эту панельку, и посмотрим, что здесь у нас есть. Итак, у нас здесь есть три папочки с небом. Синее небо. Это больше подходит для таких фотографий, как данный снимок. Для яркого, светлого, солнечного дня. Здесь вот есть вот такие вот замечательные фотографии со светлыми облаками. Далее у нас идет живописный. Ну, тут радуга, какие-то фиолетовые. Такие вот взрывающиеся закаты. Такие хмурые тучи. Здесь тоже есть много чего интересного. Ну и, конечно же, закатное небо. Небогатый, конечно, выбор. Но для того, чтобы поэкспериментировать, этого будет достаточно. Итак, давайте посмотрим, какой у нас здесь есть функционал. Итак, у нас есть ползунок сместить край. Как вы видите, он работает как градиент. Очищает нижнюю часть неба. И благодаря этому фотография может выглядеть реалистичнее. Потому что дальше к горизонту облака могут быть не такие видимые, как вот здесь вот сверху. Подгоняем значение, чтобы оно нас устраивало. Я здесь поставлю на минус 33. Дальше у нас есть функция ослабить край. Она делает чуть-чуть поконтрастнее и потемнее нижнюю часть облаков. На этом снимке не очень заметно, как работает этот ползунок. Поэтому мы на других фотографиях давайте попробуем, посмотрим, как он будет работать. Здесь я также его выставлю на параметр 55. Мне кажется, так небо выглядит естественнее. Дальше что у нас идет яркость. Мы, соответственно, можем небо сделать не таким ярким. Сделать более темным. Или наоборот, посветлее. Пожалуй, вот такое вот значение. Минус 7 я выставлю для этой фотографии. И, конечно же, есть температура. Мы можем сделать небо более холодным. Таким вот оно становится такое голубенькое. Либо более теплым. Для жаркого солнечного дня небо подойдет более теплое. Обязательно смотрите по погоде. Если у вас фотография это солнечный день, то, конечно же, небо с закатом смотреться на такой фотографии не будет. И наоборот. Дальше у нас есть масштаб. Мы можем это небо слегка увеличить. И давайте, прежде чем пойдем дальше, давайте мы посмотрим, как у нас произошло наложение. Я сделаю немножко покрупнее. Ну, вот уже до того момента, когда стали проявляться пиксели на фотографии. Ну, что же, я могу сказать. Я, честно говоря, даже каких-то огрехов здесь не вижу. Все выглядит очень реалистично. Ну, и здесь также, друзья, небо легло просто замечательно. Ну, кстати, не мешало бы здесь поправить перспективу, но мы сегодня говорим не об этом. Итак, друзья, следующая галочка у нас отразить. Это зеркалит небо, разворачивает его в другую сторону. Этим тоже не забывайте пользоваться. И дальше идет коррекция переднего плана. Она, скорее всего, у вас будет скрыта при первом использовании. Итак, здесь есть режим освещения. По умолчанию стоит умножение. Если сделать осветление, то вы как увидите, в том месте, где небо накладывается на какие-то силуэты, вот этот передний план, он стал немного светлее. Но для моего изображения это, конечно же, не подходит. Я думаю, что это удачно подойдет для снимков, которые сняты, наверное, в контровом свете. Так, дальше давайте посмотрим коррекция освещения. Соответственно, мы можем подрегулировать, сделать посветлее или подкорректировать цвет переднего плана. В корректировке цвета я, честно говоря, больших изменений не вижу. Наверное, не на всех фотографиях это будет так явно заметно. Так, дальше что у нас есть? У нас здесь есть еще кисточка. Если мы выберем эту кисточку, можно квадратными скобками ее сделать больше-меньше. И можно немного затемнить облака или тучки вот в том месте, где они должны быть темные. И это придаст как бы дополнительные контрастности. Так что тоже этим пользуйтесь. Ну, соответственно, лапка это перетаскивает изображение, и это масштаб. Здесь ничего такого сложного нет. Так, друзья, дальше что у нас еще есть? У нас есть на выбор либо создать дубликат слоя, либо новые слои. Итак, по умолчанию у вас будет стоять новые слои. Ну, в общем-то, пока на этом все. Давайте кликаем ОК и посмотрим, что произойдет. Как вы видите, у нас вот все эти действия фотошопы сделал по умолчанию. И это именно те действия, которые бы вам пришлось делать вручную, если бы вы сами заинтересовались в том, чтобы сделать полностью замену неба полностью самому, используя функционал фотошопа. Данный же интеллектуальный инструмент делает все это автоматически. И, ну, надо сказать, пока у меня только восторг. Ну, я думаю, что не все так радужно. Но мы сейчас дальше с вами посмотрим на других изображениях. Сделаем задачу немного посложнее. Итак, друзья, окликнув вот сюда на значок иконки, вот видите, здесь нарисовано солнышко, здесь весы, можно сделать дополнительную цветокоррекцию и ретушь наложенного неба. Можно даже поменять ему цвет, добавить более фиолетовых оттенков или изумрудных и так далее. Ну и, конечно же, сделать потеплее или похолоднее. Как вы помните, в настройках нам предложили только вот этот вот значок, а здесь уже более широкие, более подробные параметры обработки. Я сейчас, наверное, нажму паузу, друзья. Я заметил, что у меня слишком мелкий шрифт. Сейчас я попробую сделать его покрупнее. Но для вас длинной паузы не будет, вы просто увидите переход через черный кадр. Итак, друзья, ну вот, буковки стали немного покрупнее. И у нас следующая фотография. Здесь более сложная задача. Ну, во-первых, у нас уже здесь облака есть. Но вот это вот пустое место мне не совсем нравится. Я хотел бы здесь небо, наверное, поменять. И в чем сложность здесь задачи для фотошопа? В том, что здесь вот слева находится вот такое ветвистое дерево. И мы посмотрим, как фотошоп сможет положить маску в такой сложной ситуации. Кстати, наверху здесь, если я увеличу, это не какой-то там мусор или пакет. Здесь сидит вот обезьянка. Уж что она там увидела, я не знаю. Эту фотографию я сделал на Шри-Ланке. Итак, редактирование. Замена неба. Как вы уже поняли, он нам предлагает предыдущий вариант, который нас не устраивает. Все настройки сбросились. А вот небо у нас ставилось предыдущее. Так, давайте мы посмотрим. Здесь солнца нету. На этой фотографии здесь не обязательно использовать какое-то яркое небо. Итак, давайте мы остановимся на этом выборе, на этом небе. И мы просто сейчас увеличим и посмотрим, как у нас произошло наложение. Вот я увеличиваю практически до пикселей. Ну, слушайте, друзья. Восторг. Вы посмотрите, как отлично произошло наложение нового неба. И фотошоп разглядел все веточки, все мелкие листочки и даже и обезьянку не зацепил. Отлично. Ну, конечно, здесь можно еще немного подшаманить. И вверх, собственно говоря, и вниз. Но на этом мы подробно останавливаться не будем. Как этим пользоваться, я уже рассказал. Поэтому двигаемся дальше. Итак, друзья. Третья фотография. Третье изображение. Это тоже Шри-Ланка. Это тоже мой снимок. И я на этом изображении хотел бы вам показать, что можно еще использовать с этой функцией. Еще одна дополнительная фишка. Итак, идем в редактирование. Замена неба. Итак, друзья, смотрите. Если вы не находите из выбора предложенного изображения облаков и неба, ну и да к тому же вы, наверное, можете сказать, что рано или поздно просто соцсети будут кишить фотографиями, где одно и то же изображение неба, облаков. И это, конечно, будет выглядеть дико, согласитесь. Итак, у нас закат. Небо нас не устраивает. Активируем вот здесь вот папочку с закатами. И обратите внимание, что мы здесь можем создать папку новую со своими облаками, либо в существующую папку добавить дополнительно свои изображения облаков. Давайте мы сделаем все по порядку. Итак, друзья, создаем новую папочку. Давайте я назову ее «Моя коллекция». Окей. Появилась новая папочка. Нажимаем плюсик. Причем, друзья, я хочу использовать небо с этого же места, с этого же времени, просто снятого в другой день. Ну, согласитесь, это будет честнее, чем использовать ту фотографию, которую мне бесплатно предоставил Photoshop. Давайте пусть будет это вот это изображение. Открыть. У меня появляется возможность присвоить имя моей фотографии неба. Давайте я назову ее «Шри-Ланка-1». Окей. И если вы обратите внимание, рядом находится корзинка, вы всегда можете небо, которое вам не нравится, удалить. И вот этот ползунок, давайте мы только не на этой папочке, вот на этой посмотрим. Этот ползунок увеличивает или уменьшает миниатюры изображений неба и облаков. Так, ну теперь давайте посмотрим, что можно сделать с этой фотографией. Как вы видите, здесь у меня облака немножко залезли на горизонт. Вот и как раз нам понадобятся два верхней ползунка. Давайте посмотрим, что можно сделать. Пожалуй, здесь я трогать ничего не буду. А вот здесь я немного смещу. Заодно у меня проявилось мое настоящее небо, которое я фотографировал во время заката. И добавились облака на пустое небо. Можно немножко добавить температурки. Ну и также можно поработать с корректировкой нижней части изображения. Да, друзья, чтобы вы понимали, коррекция переднего плана не будет работать вот на этом месте изображения. Это будет работать вот здесь, вот в месте перехода. Для того, чтобы сделать плавный незаметный переход от неба к горизонту вашей фотографии. Окей. Итак, мы применили здесь. Итак, мы применили небо. Можно сделать общую тонировку. Например, я сюда добавлю корректирующий слой цветовой баланс. Перейду в тени. И добавлю слегка фиолетовых оттенков. Прям совсем чуть-чуть где-то. Минус 3. Перейду в света. Здесь тоже добавлю немножко фиолета. И вот получу такое замечательное изображение. Мы с этой фотографией можем продолжать и дальше. Папочка с группой замены неба либо открывается, либо закрывается. И если мы нажмем сюда на глазик, неважно, открыто или закрыто, то мы увидим наше первое, наше оригинальное изображение. Итак, вот такая фотография у нас была. И вот такую фотографию мы получили. Но, честно говоря, мне пока критиковать особо не за что. Инструмент работает просто замечательно. Давайте мы еще усложним задачу. Итак, друзья, у нас есть вот такой вот портретный снимок. И как вы видите, здесь на переднем плане есть вот такие вот размытые колоски. Давайте посмотрим, как фотошоп справится с этой задачей. Итак, мы переходим в редактирование. Замена неба. Нам предлагается по умолчанию небо, которое мы использовали последний раз. Ну и если вы обратите внимание, то колоски практически съелись. Ну вот это, собственно говоря, и первый такой минус. Наверное, можно сделать вывод о том, что там, где размытое боке, фотошопу тяжело определить края, и поэтому маску точно он наложить не может. Скорее всего, с этим будут определенные трудности. Давайте подберем, наверное, другое небо. Пожалуй, вот такое драматичное небо. Мне кажется, здесь должно подойти. Да, вот так. Очень даже неплохо. Итак, друзья, давайте мы посмотрим, что же произойдет, если мы сохраним использовать функцию создать дубликат слоя. Кликаем ОК. Как вы видите, у нас нету всех тех возможностей, всех масочек. У нас просто появляется новое изображение с новым небом. Итак, было и стало. Ну, тем не менее, я бы не сказал, что это смотрится как-то так достаточно ужасно. Можно, конечно, немного доработать еще кистями и сделать не такие явные вот эти вот здесь блики, сделать просто плавный переход, и это будет смотреться более-менее нормально. Итак, друзья, перед нами еще одно изображение. И если на предыдущей фотографии был размыт передний план, то на этой фотографии размыт задний план. И давайте мы посмотрим, как фотошоп справится с этой задачей. Редактирование, замена неба. Так, давайте мы подберем другое изображение. Например, вот такое. Новые слои. Нажимаем ОК. И как вы заметили, если я там ползунки не трогал, то здесь дополнительные слои даже не получились. И вам придется в случае дополнительной корректировки добавлять эти слои самостоятельно. Либо вы можете кликнуть вот сюда на небо, нажать Ctrl-U и произвести корректировку. Например, убавить немного насыщенность. Или поменять цветовой тон ваших облаков. Для того, чтобы небо корректно смотрелось в общей тонировке с другим изображением. Давайте нажмем ОК. Но здесь есть одно большое НО. Если вы обратите внимание, фон-то у нас размыт, а вот облака достаточно резкие. Что нам делать в этом случае? При активном изображении облаков вы переходите в фильтр, размытие, размытие по гауссу. И обращайте внимание на другой тон. Также размываете облака настолько, чтобы размытие этих облаков гармонично смотрелось с другим размытым фоном в том месте, где он на изображении и был. Ну вот примерно вот так вот. Кликаем ОК. Дальше у меня вот это вот с верхним левым углом ветка мне совершенно не нравится. Я нажимаю сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E. У меня все слои полностью собираются и копируются на новый слой. Теперь по идее я все слои могу даже удалить. И работать теперь только с той фотографией, на которой собрались все слои. Итак, для того, чтобы убрать вот эту вот некрасивую ветку, выбираем инструмент Лассо. Выделяем вот эту часть фотографии. Нажимаем сочетание клавиш Shift-F5. Выскакивает вот такое окошко. Здесь у вас должно быть содержание с учетом содержимого, цветовая адаптация, режим наложения нормальный, непрозрачность, 100% кликаем ОК. Нажимаем Ctrl-D. Ну, здесь еще можно, конечно, подшаманить, чтобы сделать более плавный переход от фиолетового к синему. Но принцип я вам показал. Итак, друзья, давайте посмотрим, какое изображение было и какое в итоге мы получили. Если ты впервые на моем канале, переходи на мой инстаграм по ссылке в описании к видео. После подписки тебя ждет подарок. Набор моих авторских пресетов в количестве 20 штук. На сегодня это все, друзья. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк и подпишись, если хочешь получать уведомления о новых и полезных уроках по фотографии. Творческих высот вам, друзья. Всем пока и до новых встреч.